Так, у нас сегодня очередное занятие Булет Слегбеза, и сегодня мне бы хотелось поговорить о таких явлениях, как историческое исполнительство, более известное как аутентизм, и такой, казалось бы, далекой от музыкальной области сфере, как неврозы навязчивых состояний, хотя и не только о них. Я бы хотел поговорить, с одной стороны, о формировании современного отношения к музыке прошлого, которое мы можем наблюдать в концертных программах ныне действующих филармоний и концертных программах ныне действующих концертных музыкантов, концертирующих музыкантов, и, с другой стороны, поговорить о неврозах в целом, то есть о невротических расстройствах, как феномене, причем не как феномене, который относится к личностному психическому расстройству, как его рассматривали на протяжении достаточно значительного количества времени, в том числе психоаналитики фрейдистской школы, да и юнгианские психоаналитики, хотя у самого Фрейда со всей очевидностью можно прочесть то, что невротическое расстройство скорее является расстройством субъекта эпохи. На это нацелена целая отдельная работа Фрейда, которая называется «Недовольство культурой», точнее «Недомогание культуры», если быть более верным, хотя русский перевод – это недовольство культурой, стандартный перевод русский, он не совсем точно отражает суть этого текста. Фрейд пишет о том, что само общество по природе свои по необходимости невротизировано, так или иначе. Начиная с лакановского психоанализа, начиная с того, что делает, с реанимации фрейдовского знания лакан, невроз все в большей и большей степени начинает пониматься, как некая форма организации чего бы то ни было, будь то исторического пространства или пространства культурного. И именно в таком контексте мне хотелось бы поговорить о той ситуации, которая складывается в музыке, постепенно в ней вызревает, и чьи плоды мы наблюдаем сейчас. С одной стороны, в виде исторического исполнительства, с другой стороны, в виде стандартного филармонического концерта. Ситуацию стандартного филармонического концерта можно, в общем-то, описать одной парадоксальной фразой, которую высказал один остроумный человек, назвав классическую музыку музыкой белых мертвых мужчин. И с этим сложно поспорить, если вы обратитесь к афишам современных филармоний, как у нас в стране, так и в целом ряде западных государств. Понятно, что там ситуация не столь однозначная, но, тем не менее, общие тенденции все-таки налицо. Что есть современная концертная ситуация? Если вы посмотрите на афиши, будь то институтских концертов, концертов, проходящих в тех же филармониях, в концертных залах, имеющих собственный ангажемент, то 90%, если не более того, будет отведено на музыку прошлых мертвых. Прежде всего на музыку 19-го столетия, музыку эпохи романтизма. Нет ни одного оперного театра, где бы не шли оперы Верди, тот же Регалерта, Травиатта, Аида, Телло. Нет ни одной филармонии, где бы не звучала 4-я или 6-я симфония Чайковского, или 2-й или 3-й фортепианные концерты Рахмани. И несмотря на то, что публика в провинциальных филармониях ходит на концерты, как правило, одна и та же, если в столице все-таки ситуация иная, туда люди приезжают с разных регионов и хотят посетить этот концерт, то есть обновляемость аудитории достаточно серьезная, в том же Большом театре, к примеру, то в местных филармониях, в местных оперных театрах речь идет, естественно, примерно об одной и той же публике. И тем не менее она на это ходит, и ее это устраивает. Концертный зал превращается в музей искусства прошлого. Редкие концерты, которые сейчас можно встретить, посвященные современной музыке, как правило, отделяются от общего филармонического потока. Они представлены либо в виде авторских концертов того или иного музыканта, либо в фестивале современной музыки, то есть они выделены в отдельное пространство и почти не пересекаются с общим потоком филармонической программы. Те редкие исключения, которые можно встретить, как правило, только в еще большей степени усиливают некую однозначность восприятия этой ситуации. Когда мы видим некий контраст, когда мы видим в программе обычного концерта какую-то знаковую премьеру новую, то это скорее в еще большей степени нам навекает и подчеркивает то, что это очень редкое. И мы понимаем, насколько это необычно. Авторы, которые ищут что-то новое, они не получают, так скажем, карт-бланш в концертах, рассчитанных на коммерционализацию, хотя это не значит, что они не могут приносить доход. Это значит, что это не та машина, которая повезет их в будущее. И машина современной филармонии рассчитана прежде всего на некую каталогизацию, на некую устремленность в прошлое, на сохранение, как это обычно позиционируется, наиболее пиковых достижений человеческого гения. Но так было не всегда. Если мы обратимся к концертной практике 17-го и 18-го столетия, а концертной практики инструментальной до этого просто не существовало, я не думаю, что можно считать концертами выступления труверов перед каким-то лидером в христовом походе. Несколько иная практика сама по себе, которая не может подождествляться со временем. Так и вот, когда появляются концерты, музыка на протяжении, по крайней мере, двух веков исполнялась только в принципе. Музыка жила ровно столько, сколько жил автор и умирала вместе с ним. Пример, как хочет себе устроить концерт господин современного типа и господин типа 17-го, 18-го века. Даже в большей степени 18-го, это как источников больше. Если сейчас какой-то богатый человек хочет заказать себе концертное мероприятие, то он отбирает любимого исполнителя и любимые свои произведения просят исполнить. Это не обязательно песни будут, это может быть и какая-то инструментальная музыка, но смысл в том, чтобы организовать это в такое пространство, которое ему знакомо. Он хочет послушать то-то, то-то и то-то. А если этот концерт заказывал человек 18-го века, ну это прецедентов таких миллион задокументированных, то это бы выглядело следующим образом. Он заказывал просто музыку для себя. Он вообще не хотел слушать музыку, которая была написана для кого-то и когда-то. То есть это должно было быть написано именно для этого случая и именно для него. Это и показывало высокий статус самого этого мероприятия. А не то, что там будет исполнено выдающееся сочинение прошлых веков. В светской практике это выглядела жизнь светского человека примерно следующим образом. На его рождение богатые родители могли заказать мессу, на бракосочетание, какую-то ораторию или контакту, где даже в сам текст этого произведения были вплетены мотивы из его личной жизни. На какое-то вступление в должность могла быть написана оратория или даже опера, если речь идет о правящих людях. На какой-то праздник писались мелкие пьесы или квартеты, особенно популярные в 18-м столетии. И, наконец, на отпевание, на церемонию погребения заказывался специальный реквиз, погребальный олез. И профессия композитора, а композитор тогда был именно профессией в полном смысле этого слова, когда нанимали композитора, от него требовалось постоянно поставлять музыку к каждому этому событию. То есть востребованное было только новое. То, что написано специально для этого случая, это подчеркивало высокий статус самого события и человека заказывающего. Даже церковь не была исключением. Тут доказательство приведу достаточно известную фигуру, которая часто в классической музыке является самым известным автором. Это творчество Иргана Себастьяна Барфа. Человек, который работал большую часть жизни именно на церкви. Самая объемная часть в наследии Баха – это его контакты, причем преимущественно духовные контакты. Они не все сохранились, но им было написано более трехсот таких сочинений. Знаете, контакты – это крупный жанр достаточно, это не пьеса. И видно, по оставшимся, сохранившимся партитурам их дошло достаточное количество, чтобы составить свое представление о процессе их создания. Насколько автор не справлялся с тем колоссальным требованием к нему, а сколько от него нужно. То есть каждому крупному церковному празднику требовалось писать всю новую и новую музыку. И композитору приходилось волей-неволей компилировать разные свои предшествующие сочинения, брать какие-то фрагменты оттуда, брать фрагменты даже из чужой музыки. Но никогда не было такого, чтобы за новое выдавалось старое сочинение. Или практически не было такого. Это были те случаи, когда оно гарантированно не было бы узнанное. То есть речь идет все-таки о том, что сочинение перерабатывалось настолько, чтобы оно воспринималось как новое. Старому в этой политике в принципе не было места. Под преклонением перед стариной в эту эпоху нужно понимать иную роду. Это старина христианской эпохи. Это старина страстей и распятий. Оно было незыгранное. А все остальное не представляло никакой ценности. Понятно, что и тогда были исключения. Так же, как и сейчас, когда я сказал о 90% старинной музыки в репертуаре, может быть, я даже преувеличил. А может быть, и преуменьшил. Речь идет о разных городах, речь идет о разных культурах. И год на год тоже здесь не приходится. Речь идет скорее о неком взгляде с высоты птичьего полета. Если мы смотрим на культуру в целом, то мы скажем, что культура эпохи классицизма, или как в музыке это называют, барокко и классицизма, потому что в музыке 17-е столетие называют веком барокко, даже начало 18-го столетия называют барочной музыкой. Хотя в других видах искусства господство уже классицизм как направление. Так и вот, в эти два века центристским было центром, сердцем было порождение нового. В то время, как сейчас в искусстве мы наблюдаем, не столько в искусстве, столько в практике концертной, мы наблюдаем скорее регрессию к повторению прошлого, бесконечного повторения уже известного. Ситуация в музыкальной культуре начала разительно меняться после Великой Французской революции. С 19-го столетия в музыкальную практику все в большей степени начинают входить произведения прошлого. Наиболее известным историческим прецедентом здесь стало исполнение в 1829 году Феликсом Мендельсоном «Страстей» Бах. До этого сочинения Баха и Генделя, хотя и ходили по рукам в виде копий, но они использовались как учебный материал для формирования определенных композиторских навыков. То есть в реальной концертной практике они почти не звучали. Обычно говорят о том, что это было первое прижизненное исполнение, после смерти исполнения баховской музыки. Это и есть определенные опровержения на этот счет. Вот так скажем, это было первое значительное исполнение. Что в случае с Бахом, что и в случае с Генделем. Мендельсон исполнял и Генделем сочинения, хотя это были редкие исполнения. Они стали столь известны, потому что это прецедент. Вообще сам факт исполнения старой музыки. И понимаете, это исполнение, сколько бы мы его не хвалили, если мы обратимся к его реальному воплощению, то оно нам слишком радужным, потому что не покажется. Инструментария баховской эпохи на этот момент не было. Для этого Мендельсон переинструментовал эту партитуру, причем достаточно радикальным образом. Часть духовых инструментов вообще исполнена на струнах. Более того, так как Мендельсон был достаточно хорошим, так скажем, дирижером, человеком, который понимал чаяния публики, то он быстро сообразил, что целиком эта партитура просто не будет воспринята аудитории XIX века. Она исполнялась с радикальными сокращениями. То есть это были фрагменты страстей баха, которые исполнялись как целиком. В произведении есть сведения о том, что Мендельсон был против сокращений, однако он пошел на уступки в любом случае. То есть была ли это его инициатива или не его, это уже не имеет принципиального значения. Имеет принципиальное значение, что это знаменитое исполнение баха, а на самом деле было исполнением фрагмента баха. Примерно в это же самое время, с конца XVIII и XIX веки, начинают формироваться первые консерватории современного типа. Когда консерватория становится высшим учебным заведением. Заведением, где учат музыкальному искусству. И первая такая консерватория открывается, естественно, в Париже, сразу после Французской революции. И потом они формируются. В Праге старейшая консерватория 1811 года, в Вене в 1819, далее Ляйпциг в 43-й, Мюнхен в 46-й, Берлин в 50-й, в это же время в Кюльне. И за океаном 47-й, Рио-де-Жанейро. Бостон в 53-й, перед вами фотография именно бостонской консерватории. Старейшая в Соединенных Штатах. 56-й, Дрезден, Штутгарт, Франкфурт. И, наконец, в России в этот ряд попадает Санкт-Петербургская консерватория 62-го года что нормализация и систематизация музыкального образования тоже способствовала определенной направленности на прошлое. Хотя в консерваторских программах того времени вовсе не играли старинную музыку. Это не современная консерватория. В консерваториях обращали внимание прежде всего на техническую сторону дела. То есть играли гаммы, упражнения. Как раз сами по себе этюды и упражнения появляются именно в это время. Появляется большое количество сборников. Если вы посмотрите классицистские этюды типа того же Хофмайстера, издателя Моцарта, то это были этюды как у художника. В смысле зарисовки. Это не были этюды для отработки чего-то. Это были пьесы. Такой этюд мог быть написан, к примеру, в сонатной форме. Например. В то время как этюды начала 19-го столетия это именно технические упражнения для отработки тех или иных приемов. Происходит не только систематизация образования, но и расчленение его на простые составляющие. То есть сложный феномен музыки разделяется на простые детали и осваиваются эти простые детали. Последовательно. А так как в ту эпоху считалось, что старая музыка проще, чем новая, идет определенный процесс формирования, то на старой музыке учились композиторы не потому, что нужно было пройти стили и так далее, а потому, что считалось, что так проще сформировать современную эстетическую позицию. Потому что начать надо с чего-то, что попроще, а в композиции, получается, проще оказывалось то, что старше. И сочинения Баха, Гендуля, Моцарта изучались. Опять же изучались так, что им, например, надо было подражать. Подражать, как это происходило у живописцев, когда нужно было рисовать сначала несколько картин старых мастеров, а после этого можно было уже самому работать. Такая система вводится в консерваториях. И понятно, что когда речь идет о изучении старого как чего-то более простого, это старое становится отправной точкой. А вот тут-то ситуация меняется. То есть мы всегда будем начинать со старого. С этого момента ситуация до наших дней не поменялась никаким образом. В этой ретроспективе, безусловно, интерес для нас представляет фигура, крупнейшего композитора девятнадцатого столетия, которого почему-то в России не любят включать число крупнейших композиторов девятнадцатого столетия. Точнее, его заслуги никто не упраздняет, их признают. А вот в программу учебную он никак не попадет, и в концертных программах он занимает все-таки относительно скромное место. Этого автора звали Людвиг Шпор. Иногда его зовут Луи Шпор. Ну, это не меняет его немецких корней. Людвиг Шпор – основатель дирижерского ремесла. Человек, который стал впервые использовать дирижерскую палочку. Понятно, что это еще была не техника, а вагнеровского типа, которую мы можем посмотреть, придя на любой современный концерт. То есть, тот мануал, который мы знаем сейчас, – это вагнеровско-биулловская техника. Ну, это еще не такого типа дирижирования, но Шпор использовал уже тонкую дирижерскую палочку впервые в истории. Вслед за ним ее стал использовать Карл-Мария фон Вебер, его знакомый. Шпор также является создателем романтической оперы, как жанра, как такового. Обычно им называют Гоффмана сабуумдиной, но если вы сравните музыкальное дарование Гоффмана и Шпора, то, конечно, будет это не в пользу Гоффмана. Гоффмана был великим писателем, безусловно, но его дарование как композитора относительно скромно является. Ориентировался излишне на битковинскую модель, и, так скажем, навряд ли его опера может сейчас иметь какую-то ценность, кроме исторической. В то время как Фауст Шпора – это достойное произведение, которое, любопытно, что создается в одно и то же время, что Йота работает над своей трагедией, но не имеет Йота ни малейшего отношения. Фауст Шпора написан по роману Клингера. То есть имеет скорее отношение к нашей стране, потому что Клингер в большей части жизни служит здесь. Чем еще примечательна эта фигура? Он создает лейтехнику. То есть именно ему принадлежит идея создания лейтмотива, которую переимет Вебер в своем вольном стрелке, и которая дальше получит распространение у Листа Вагна. Но зашла речь у меня о нем совсем не в этой связи. Я просто хотел лишь показать о том, что это не последняя фигура XIX века. Зачем я хотел это показать? Потому что представлять Бетховена я бы не стал. Понимаете? Вы знаете. А здесь вы не знаете. Но это композитор, современник Бетховена, который внес достаточно важный вклад в музыкальное искусство. Перу Шпора принадлежит совершенно уникальная симфония, которая для нас очень-очень важна. Это шестая историческая симфония 1939 года. Я советую вам ее послушать в исполнении Тона Кокмана, потому что это как раз рутмитист. Я прикрепил эту видеозапись к сегодняшней встрече у себя на стене ВКонтакте. Вы сможете всегда с ней ознакомиться. Чем интересна эта симфония? Эта симфония впервые в истории рефлексирует предшествующую музыку не просто включением старинной музыки в современную партитуру. Но такие примеры встречались в истории ВКонтакте. Их не так много, но есть, а считать можно. Она рефлексирует предшествующие эпохи именно как стили, относящиеся к конкретному времени. Первая часть этой симфонии называется Баховско-Генбелевский период и относится к 1720 году. Примерно около него. Вторая часть медленная. Гайдно-Моцартовский период. И к 1780 году. Далее, с Керца, Бетховенский период. 1810 год. И последняя часть финала. Наши дни. 1840 год. При том, что в 1939 году написано, чтобы ровная была цифра. И любопытно то, что сейчас, когда мы проходим историю венского классицизма, для нас и Гайдно, и Моцарт, и Бетховен являются одной традицией. Это автор, который застал и Гайдна, и Бетховена. Уж не знаю, Моцарта он застал, но он еще пешком под стол ходил. То есть, не знаю, насколько он имел контакт с музыкой Моцарта. Моцарт в 1991 году ушел из жизни. На этот момент шпоху было 7 лет. Вполне возможно, что что-то он уже понимал. Потому что 7 лет по тем временам достаточно много. То есть, это современник этих композиторов. Понимаете? И для него Гайдн и Моцарт это что-то совершенно автономное. А вот Бетховен это совсем-совсем другое. Более того, чем интересна эта симфония? Он не стилизует указанных авторами. Он стилизует эстетику этого периода. Он не пишет Бах. Пишет баховский период. Особенно интересно бетховенский период, потому что в данном случае речь идет скорее о стилизации музыки Керубина. Не о Бетховене. Понятно, что шпоху совершенно не нужно, чтобы его симфония развалилась на 4 автономных раздела. То есть для него нужна целостная форма. Поэтому понятно, что вся музыка в ней узнается перо шпора. Но феномен полистилистики, работы со стилем мы всегда относим ко второй половине 20-го столетия. В то время как он с очевидностью представлен в партитуре первой половины 19-го века. Чем для нас это интересно? Потому что автор пытается схватить старая с точки зрения определенной статики. А в этой симфонии не выдержана, например, сквозная инструментовка. То есть в каждой части разный состав. То есть в первой части меньше всего, а в последней больше всего исполнительные. Так, такая антипрощальная симфония Гаэна. То есть там если музыканты уходили постепенно, то здесь музыканты прибавляются с течением этой партитуры. Понятно, что ему не удается выдержать действительно подлинную эстетику каждого из этих эпох. Он навряд ли ставил перед собой такую задачу. То есть особенно во второй части, в медленной, где он стилизует Гаэна Моцарта, там прокрадываются такие обороты, которые уже выдают музыку 19-го столетия. Однозначно. Ну, когда он относится, соотносится с бетховенским периодом, повторюсь, эта музыка явно не бетховена. Это музыка скорее Гумеля, Керубини, может быть Дюссека, но никак не собственно бетховена. Ну, и однако, если мы обратимся к тому, как стилизует старинную музыку ашпорт, и сравним это с тем, как ее стилизуют аутентисты-мистификаторы начала 20-го столетия, то польза будет явно не в сторону аутентистов. Ну, я имею в виду, прежде всего, Анрика Задезюса, о котором мы с вами сегодня еще поговорим. А теперь. Ну, так что шпорт достаточно четко себе представлял, как выглядела история музыки, пускай и не слишком длительная, пускай примерно 150-летней, столетней давности, но тем не менее. 4 автономных периода он в ней уже выделял. Постепенно в течение 19-го столетия интерес к прошлому все более и более возрастает, в репертуаре театров и на концертной эстраде все больше начинает звучать музыка старая, и к концу 19-го столетия эта музыка звучит примерно 50 на 50 основа уже. Этому способствовали не только западные музыканты, такие как Лис и Медельсон, но этому способствовал активно и основатель нашей консерватории, первой, Санкт-Петербургской консерватории Антон Григорьевич Рубинштейн, выдающийся пианист, композитор, учитель Петра и Чечен Григорьевской В 1885-86 годах Рубинштейн дает серию так называемых исторических концертов в столицах Европы Петербурге, Москве, Вене, Берлине, Лондоне, Париже и ряде других крупных городов. Но в этих концертах он исполнил всю известную на тот момент клавирную музыку. от эпохи барокко, от Куперена, то, что было тогда изданно, что было известно, до написанных специально для него сочинений современных русских композиторов, в том числе авторские его произведения. Он был композитором достаточно известным, его опера Демона до сих пор периодически идет в оперовных театрах. Так что тенденция к нарастанию интереса к прошлому увеличивается. Более того, заметьте, исторические концерты, ровно как и концепция Шпора, пытаются систематизировать, освоить все, грубо говоря. Это исходит как раз из некой логики, которая заявлена в самом создании проекта консерватории. Скажу шире, проекта просвещения в целом. И однако подлинный интерес к старинной музыке, то есть к восстановлению старых инструментов, а не просто исполнению старой музыки. Понятно, что Рубинштейн играл куперана не на клавесине, он его играл на рояле на концертном. Но так вот подлинное восстановление старых инструментов и интерес к музыке такого типа нужно считать с фигуры Арнольда Долмича. Это тоже автор 19-го начала 20-го столетия. Автор достаточно долго прожил, поэтому можно говорить даже с первой половины 20-го столетия. Хотя основная часть его деятельности, наиболее важный во вклад приходится на 90-е годы 19-го века, когда это никто кроме него не делал вовсе. Здесь вы видите выиграющего на лютни, этот инструмент тогда увидеть можно было достаточно редко. С 90-х годов Долмич устраивает концерты барочной музыки. Его деятельность в этом направлении получает поддержку таких крупных представителей культуры Британии, как Джордж Гроув, которого наверняка вы все знаете благодаря словолю Гроува. Он является его инициатором и создателем первых статей туда. Гроув как раз изучает музыку прошлого, музыку Бетховена в частности. и такой деятель который не нуждается в рекламе это Бернах Шоу который активно поддерживает Долмича и ему это кажется очень интересным и перспективным. Постепенно Долмич приобретает широкую известность и начинает создавать старые инструменты устанавливать не просто исполнять старую музыку а играть уже на старых инструментах. в девяносто третьем году он создает лютнюю вы видите здесь как раз его абсолютней а в девяносто четвертом клавикорт и в девяносто шестом клавесин для тех кто не разбирается в двух словах об отличиях клавикорт и клавесин инструменты с разной природой звукоизвлечения клавикорт это ударный инструмент а клавесин щипковый в одном случае струна защиплется а в другом случае по ней ударяем инструменты совершенно с разной природой резонатора здесь у клавикорда он очень ограничен поэтому инструмент достаточно тихий я бы сказал совсем тихий почти не слышно инструмент по сути рассчитанный на слоевую практику в очень ограниченном кругу такие инструменты вы можете увидеть на картинах вермира к примеру и так далее на картинах голландских мастеров 17-го столетия а вот собственный инструмент долмича вот его людьми и часть очевидно от клавикорда съемная часть клавиатуры важный вклад сыграла книга долмича интерпретация музыки 17-го и 17-го веков по материалам современников то есть он обращается впервые к изучению текстов старинных в которых в той или иной степени могла быть затронута проблема практики исполнения причастующей веков эта книга вышла в 1915 году примечательная дата прошу обратить внимание это время первой мировой войны это не случайно первая мировая война это крупнейшее для Европы событие это первая сильнейшая травма которую наносит 20-й век и музыка как во время первой мировой войны так и после первой мировой войны во многом разделяется на две части она впервые раскалывается столь радикально потому что часть авторов продолжает идти вперед часть авторов продолжает тот путь который был намечен и до этого и который собственно никого особенно никогда не шокировал то есть создание нового а другая же часть как концертных организаций так и авторов обращается к копированию к подражанию прошлому почему потому что прошлое есть символ стабильности символ стабильности того мира который вот-вот кажется разрушится это музыка балов для аристократов это музыка незыблемого монархического государства которое уже висело на волоске по сути поэтому очень примечательное вот это время первичного раскола время первой невротизации в этот момент если вы посмотрите на практику концертную она постепенно начинает перевешивать исполняется больше все больше и больше музыки прошлого музыки которая ассоциировалась с вот этой незыблемостью и начинается идеализация 19 века того времени которое было до войны аналогичной с долмичем деятельностью во Франции занимались два весьма примечательных музыканта одного вы все отлично знаете это Камиль Сенсанс но он скорее участвовал в этих вечерах хотя бы в творчестве заметны черты неоклассицизма особенно поздней творчестве весьма и весьма но наиболее же видным вдохновителем общества концертов старинных инструментов так он назывался в Париже был Аннери Казадезюс здесь вы его видите в руках Североль де Амур инструментом который в концертную практику вводит он он восстанавливает этот редкий инструмент и будучи айтистом по образованию начинает активно на нем давать концерты но аутентизм того времени был весьма и весьма любопытным на самом деле как и его предшественники Анри Казадезюс ощущал с одной стороны интерес к старинной музыке в частности Рубельштейн тоже ощущал интерес он же захотел играть куда-то с другой стороны так скажем эти тенденции некого такого романтизированного обращения в прошлое можно обнаружить и в других видах искусства достаточно вспомнить готическую литературу 19-го столетия не нужно опять же ходить далеко за примером тот же Брэмстокер с его Дракулой вот некая романтизированная средневековья правда уже непонятно что это по времени на самом деле но туда же можно отнести и Буллигер Литтона с определенными оговорками Генри Джеймса с его поворотом винтами хотя это не прошлое но тем не менее атмосфера свойственная готической литературе она там присутствует но готическая эстетика вписывается и в общую эстетику архитектуры модерна опять же не нужно ходить далеко за примером и ездить в Европу достаточно обратиться к модерну Шехтеля чтобы увидеть целый ряд готических деталей особенно это примечательно в интерьерах этих зданий там как правило в чистом виде воссозданы готические камины и так далее те особняки которые строил Шехтель но с другой стороны Казадзюз как концертный музыкант понимал что если публике начал 20 века конца 19 начала 20 века дать послушать реально старинную музыку то в общем наверное второй раз она не придет и он начинает заниматься откровенной мистификацией которая демонстрирует кстати весьма относительное понимание Казадзюсам своей задачи если в его задачи действительно входило пропагандой старинной музыке это тоже спорный момент мы же не знаем какова его задача на самом деле так вот Казадзюз в общем начинает ее писать старинную музыку он создает целый ряд сочинений написанных якобы великими композиторами это концерт для скрипки с оркестром Аделаида за авторством Моцарт концерт широко исполнялся скрипачами первой половины 20 века в том числе входил в репертуар Ягуди Милухина Альтовый концерт Генделя который исполняют и по сей день достаточно активно именно этим концертом с этим концертом выпускался Башмет это была его государственная программа Альтовый концерт тре-мажор Карла Филиппа Ивануила Баха а также Альтовый он же виолончельный концерт Домеон Нор и Оганна Кристиана Баха сочинение которое исполнил наверное каждый артист в своей жизни это сочинение которое по сей день является чуть ли не обязательным к прохождению но если вы захотите послушать эту музыку то вы удивитесь а какое собственно отношение она вообще могла иметь к 18 веку тут не старается попасть в стиль он старается угодить соломной публике в начало столетия и в завершении списка это знаменитая Генделевская концертная симфония для виолы до амура контрабаса Генделев бы наверное в шоке в этого состава но Казадзюсу нужно было как-то представить инструмент виолу до амура и до кучи способствовать распространению редких струнных такие струнные как альт или контрабас на тот момент фактически не имели концертного репертуара это были инструменты ансамблевые инструменты оркестровые но как сольные они в эпоху романтизма фактически не задействовались но есть редкие примеры которые опять же скорее подчеркивают господство их исключенность из концертного репертуара в этом конечно его заслуга есть то есть да он привлек внимание к старым именам да он привлек внимание к редким инструментам и как раз во многом именно он анипауль хендемит способствовал внедрению альта в концертную жизнь именно он анипауль хендемит начал первым играть на виоле драму но просто так скажем значения этих авторов несколько разные хотя наверное по количеству исполнений музыка Казадзюса побеждает хендемит правда мало кто знает что это правда Казадзюс а когда и знают хотят поскорее забыть с другой же стороны он вводит эти инструменты не на музыке баробка и классицизма а на музыке которую пишет сам которая представляет по большому счету некий салонный взгляд на прошлое не более того это не серьезная музыка и можно с таким же успехом сказать что его проект увенчался лишь идеей встать на плечи великим что у него вполне и вполне получилось но если бы эта музыка исполнялась под брендом Андри Казадзюс то навряд ли бы она снискала какую-то популярность то есть в данном случае невроз который попадает опять на начало 20 века налицо с одной стороны это желание пропаганды старого а с другой стороны полная замена этого старого чем-то совершенно другим а если мы подключим сюда еще и желание признания обходной такая обходная форма самообманная даже форма желания признания то невроз навязчивость мы в чистой форме получим потому что согласно Лакану именно это является ядром неврозо-навязчивых состояний обратитесь к Фрейду там будет разная причина Лакана она уже всегда одна и как вы понимаете Моцарту Гендулю и Баху оказал услугу он безусловно медвежий вот потому что навряд ли были они бы в восторге от таких культовых сочинений со своей фамилией на афише более того разница между музыкой которую писал Казадзюс и той фамилией которая стояла на обложке примерно такая же что вы поняли как между Шостаковичем и Бетховеном Казадзюс писал обычную музыку начала 20 века которая имитирует старинную то есть это параллель здесь с необарокко Танеева с неоклассицизмом Регера и Синсанса очевидно просто это намного хуже понимаешь что это выдающиеся мастера я называю настоящих композиторов которые так или иначе периодически стилизуют старинную музыку но перерабатывают ее как бы это своего рода рефлексия здесь имеет место то же самое по стилю только несоизмеримо хуже однако эта музыка исполнялась я уже говорил Игуди Минохиным Прим Роузом основателем по сути концертного альтового отдела это человек который заказал Белла Бахтеку его альтовый концерт последняя сочиненная Белла Бахтека дирижерами такими как Корманди Дарью Смеё композиторы дирижеры и так далее то есть это то что исполнялось всеми и продолжает исполняться Примерно в таком же ключе начинает работать и другой музыкант точнее целый блок музыкантов назову лишь одного из них это скрипач Фритц Крейслер или Фритц Крейслер более точно так вот этот самый известный скрипач первой половины 20 века пишет огромное количество пьес якобы в стиле Старица Бакерине Куперена но опять же достанется Бакерине Куперена там как до луны то есть на самом деле это салонная миниатюра начала 20 века Фритца Крейслера вы даже можете послушать это записи первые записи скрипки с оркестра его запись с Бетховенского концерта является классическим Бетховенский концерт с Барбероли это первая в истории запись Бетховенского концерта и мы можем послушать как звучала музыка на рубеже 19-20 века до этого предшествующих скрипачей мы можем послушать только соло когда нужно было играть специально в само устройство оркестр записать еще было невозможно но в России данная ситуация с копированием и созданием старинной музыки в связи с революцией переместилась на несколько десятилетий в будущее и пришлась на сороковые и пятидесятые годы у нас в России этим почетным делом достойным занимался такой автор Михаил Иммануилович Гольштейн он активно создавал русскую классию самая известная его мистификация это так называемая симфония номер 21 Николая Николая Овсянника Куликовского якобы жившего в начале девятнадцатого столетия а на самом деле такой человек очевидно существовал это был помещик у которого вроде как был оркестр но из крепостных очевидно состоявший и как свидетельствуют источники симфонии исполнялась ведущими советскими музыкальными коллективами в частности ее записал симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением ни много ни мало Евгения Моринского по требованиям музыковеда Валериана Довженко опубликовавшего об овсяне Куликовском статью и намеревавшегося писать книгу Гольштейн придумал композитору чуть более подробную биографию в частности годы жизни причем серьезные годы жизни 1768 1846 основательно статья об овсяне Куликовском была включена во второе издание Большой Советской Циклопедии так появлялась русская классика до Глинковской эпохи также пюру Гольштейна принадлежит концерт для льта с оркестром до мажор якобы написанный Иваном Евстафьевичем Хамдошкином Хамдошкин фигура не мифическая Хамдошкин действительно русский классик до Глинковской эпохи но только если вы послушаете концерт Гольштейна и потом послушаете сочинение Хамдошкина то вряд ли вы сможете их как-то каким-то образом связать в принципе концерт за авторством якобы Хамдошкина то есть Гольштейна скорее отражает советскую реалью советской музыки с ее романсовостью с ее фанфарами и так далее концерт активно исполняется по сей день и издается только за авторством Хамдошкин включен в репертуар многих конкурсов айтистов переложен и исполняется на других инструментах то есть по сей день эти концерты и вывеска этих авторов никоим образом не смущает людей и более того люди оказываются некомпетентными неспособными почувствуют что на самом деле речь идет совершенно другой то есть если в случае с Крайслером который писал просто салонные миниатюры это все-таки хоть как-то сказалось то есть сейчас его пьесы все-таки именуются в стиле то есть Фридс Крайслер в стиле такого-то в стиле такого-то то здесь речь идет об абсолютно устоявшихся в репертуаре произведениях которые исполняются виднейшие музыкантами типа Бахшаем Башметом у нас если речь идет Моровинском и так далее ключевым же ударом для концертной жизни стала на самом деле не Первая мировая война а Вторая Вторая мировая война стала с ее бойнями с ее кровью с ее уничтожением по сути проекта человек как такового проекта просвещенческого превратила концертную практику в практику музейную именно после Второй мировой войны возникает одновременно как аутентизм уже иной аутентизм современного типа не пишущий старинную музыку а играющий старинную музыку также именно в это время концертные программы радикально перевешивают в сторону повторения старинной музыки а не в сторону исполнения музыки новой с этого момента в концертной жизни радикально ничего не происходило не менялось но лишь усугублялась тенденция к повторению то есть современная музыка все больше отходила на второй план а из академической музыки все больше и больше степени эта музыка фильтровалась и тоже там остаются уже по сути группицы этих сочинений это уже не все симфонии Чайковского не все симфонии Витховена некоторые из них не те концерты Рахманинова когда четвертый исполняется тоже уже необычный даже стоит сходить естественно начинает сокращаться репертуар репертуар начинает иметь направленность на повторение то есть концертный зал приходит не для того чтобы услышать что-то новое а для того чтобы убедиться что там ничего не произошло с тех пор когда это последний раз там был изменяется ситуация таким образом что здесь можно говорить о причинах и о целом ряде причин это понятно что не бывает того что что-то изменяется на пустом месте у этого должны быть какие-то свои причины одна из этих причин радикально ее объяснять как бы достаточно спорно и сложно мы с этого начинали первую лекцию речь идет о смене эпистемы как таковой когда на одной из последних лекций у Мишеля Фуко спросил один из студентов как происходит механизм смены эпистем как одна историческая реалия переходит в другую Фуко которая всю свою жизнь посвятила изучению эту проблему ответил очень честно я не занимаюсь этими вопросами потому что объяснить это невозможно это такой же глупый вопрос как задавать вопрос по типу а что было до большого взрыва Стивен Хокинг здесь абсолютно однозначно этот вопрос отвечает в своей краткой истории времени ничего если даже что-то было с точки зрения нашего измерения нашего мира нашей системы координат это все равно ничего и никаким образом повлиять на наш мир оно не могло потому что оно могло повлиять на что-то только в своем мире а в нашем мире все начинается с этой точки большого взрыва до этого просто чисто логически дойти дальше невозможно идти туда бессмысленно это можно обсуждать только на уровне пьяной вечеринки то есть ученый туда не пойдет равно как и Фуко описывающий в деталях отличия одной эпистемы с ее структурой ценности а другой совершенно не полезет в определение как одна эпистема породила другую простите если одна эпистема породила другую то это одна эпистема потому что любое изменение возможно по причинно-следственным связям только внутри одной системы когда одна система переходит в другую причина предшествующей эпистемы остается сегодня и же а здесь есть только следствие которое следствием уже не является. То есть между ними происходит эпистемологический разрыв. И такой эпистемологический разрыв, как вы помните, происходит как раз в середине 20 века, появляется третья музыкальная практика, и, безусловно, это способствовало тенденции к наращиванию интереса публики к старому. Потому что если мы считаем, что музыка это то, что было написано с 17 века по середину 20-го столетия, то есть только музыка второй практики, то, естественно, музыка третьей практики воспринимается как немузыка. И это абсолютно адекватно, потому что с точки зрения предшествующей вот этой системы, она музыкой не является ни в какой мере. Но если мы считаем, что музыка это нечто большее, чем музыка второй практики, то, безусловно, это тоже музыка. То есть между ней прилегает эпистемологический разрыв. Не просто смена стиля, как романтизм был классицизм, барокко, а смена самой системы ценностей, система самой системы координат, в том числе восприятие этой музыки как таковой. От восприятия некого линейного к восприятию интегративному. То есть по большому счету мышление даже меняется. То есть нужно перестроить саму форму восприятия этого искусства и те ценности, которые мы хотим ее извлечь. Иначе мы ее просто не сможем воспринимать. И понятно, что для поставленной на поток концертной жизни это было невозможно. И естественно воспринимается такая музыка сейчас в большинстве случаев элитой. Входит она в широкую аудиторию прежде всего через синематограф, через востребованность в кино. И как я уже подчеркивал на прошлых лекциях это происходит через жанр хоррора. Как это было всегда. Потому что музыка второй практики тоже входила через жанр хоррора. Там Офей спускался в Аид. Всякие страшные вещи в Аиде. Это же не наш мир, не человеческий. Для людей начала 17 века ситуация вообще достаточно страшная. Человек, который очень-очень долго ничего не слышал кроме Мессы, а ему тут наряжаются в костюмы страшные истории рассказывают. В чем музыка страшная? В принципе это был тот же самый хоррор. И если вы обратитесь к современному кинематографу, то там вы найдете этой музыки третьей практики в огромных количествах. Что уже сложившихся известных кинолентах, что в кинолентах хоть сейчас в кино идущих. Сходите на живое и убедитесь в том, что сонаристика сплошь проникла в кино. Это уже кстати даже и не хоррор, скорее научная фантастика. То есть ослабление постепенно вот этой тревоги, которая необходима для того, чтобы человек мог воспринять новое. Ну и как таковое. Напомню, для невроза тоже одной из основных свойств является реакцией на раздражение через тревогу. Если он видит новое и чувствует тревогу, то, наверное, все воспринимается стоящим на месте. А так как неврозик все-таки речь идет о психоневрозе, мы сегодня говорим не столько о неврозах, о неврозах травматических, я сейчас о нем скажу тоже, о неврозе навязчивости, то есть о психоневрозе, о неврозе, которая имеет взаимоисключающую направленность, то безусловно человек, который видит, что есть травматический опыт, этот травматический опыт вызывает у него тревогу, значит все на месте, значит можно успокоиться. Вполне логично на самом деле, как? А, да и кого-то. Если же обращаться все-таки к причинам, влиявшим на вот эту концертную ситуацию, то прежде всего нужно назвать опыты Первой и Второй мировой войны, которые послужили формированию так называемого травматического невроза. Это менее страшная вещь, чем невроз, психоневроз, да, с его страшной петлей, я ее покажу позже. Травматический невроз в обыденном личном пространстве, это, допустим, человек испытал сильный страх. После этого на какое-то количество времени он не может воспринимать что бы то ни было. очень часто отключаются часть перцепции, человек не воспринимает эмоционально ничего. Самая сильная форма проявления травматического невроза это, конечно, обморок. Когда человек полностью отключается от восприятия реальности как таковой. Но это быстро проходит и человек, который приходит после этого в себя, он воспринимает мир обычно. Это не то, что нужно распутывать, тем более, сидя с психоаналитикой. Так как человек привык к чему-то знакомому, привык к определенной ситуации, которая радикально начала меняться в начале 20 века, эти страшные войны обе, то, конечно же, человек не хотел придя в концертный зал, в театр или в картинную галерею и там испытывать шок от того, что что-то меняется, что там тоже революция, что там тоже какие-то новые большевики бьют каких-то других буржуа, он хотел прийти на концерт убедиться, что пятая симфония Бетховена на месте, в ней по-прежнему четыре части, она начинается так же и так же заканчивается, и через повторение знакомого изживается страх травматического невыноса. То есть в данном случае на самом деле это знакомое может быть и страшным, то есть допустим так изживаются допустим страхи, когда человек испугался чего-то и после этого ему каждый день снится это же самое событие, на самом деле это не нагнетает ситуацию, это изживание этой ситуации. То есть человек, который проживает постоянно это страшное событие, он пассивно отреагирует это возбуждение, повышенное возбуждение, с которым он не смог справиться в момент получения травматического опыта. То есть на самом деле это тоже лечение. Поэтому здесь стремление к однообразию очевидно. Другой причиной может являться возникновение коммерции нового типа. После открытия психоанализа достижения Фрейда очень быстро были приспособлены в бизнес. И появляется своего рода психоаналитический маркетинг, так его назовем в кавычках, его часто называют нейромаркетингом, маркетинг, который рассчитан на то, чтобы не просто убедить человека, что ему что-то нужно, что это хорошая вещь, принести доказательство, что это правда проверенная вещь, а нужно ориентироваться на бессознательное стремление человека, который как сознательное существо не сможет их контролировать и не сможет противиться приобретению той или иной вещи. Безусловно, такие разрастания этой коммерции нового типа захватывают и искусство, активнейшим образом мы это можем наблюдать в сфере кинематографа, когда кино, как авангардный вид искусства, стартовавший в начале 20 века, постепенно превращается в просто нечто на потребу толпы. В процентном отношении, если сравнивать великие произведения, произведения вторичные, наверное, окажется, что кинематограф это самое ущербное искусство, об этом высказываются не только я, но и такие видные современные кинорежиссеры, как Жанну Гадар, допустим. если Жанну в годах позволяет себе сказать такое, что лучше кинематографа даже не возникал, то, наверное, нам и подавно это позволено, потому что человек, который всю жизнь посвятил созданию кинолета. и с другой же стороны мы это видим и в музыке. С второй половины 20 века появляется эстрадное искусство, искусство, в которое складывают колоссальные деньги на рекламу, на распространение, достаточно вспомнить тиражи альбомов Битлз, которые могут завалить любого автора классики, наверное, столько классики вообще в целом не было издано, сколько будет издано в количественном отношении альбом Битлз. И Битлз это еще все начинается, то есть в середине века, когда, по крайней мере, выносится хоть какой-то качественный продукт, пытаются все-таки соответствовать современной филармонической жизни постепенно, от этого отказываются, так как оказывается, что на прибыль это не сказывается никаким образом. Если удачно поставлена сама рекламная кампания проведена, то люди туда придут, просто они не могут прийти, потому что воздействуют на них не как на сознательных индивидов, а как на индивидов бессознательных. Естественно, в такой ситуации филармонические концерты повторяют примерно то же самое. Выгодно повторять одно и то же, а не обновлять программу. На изучение новой программы, а тем более оперной постановки уходит значительное количество затрат, значительное количество сил, а повторять одну и ту же программу можно по 2-3 раза в день даже. Чем собственно часто занимаются филармонии воскресные концерты, которые для детей рассчитаны. Буквально несколько в день может быть одинаково. и если человек знает точно четвертую симфонию Чайковского, он может даже ездить по стороне дирижер и чуть ли не без репетиции не исполнять. Она всегда будет везде одинаковая, абсолютно. То есть речь об интерпретации уже тоже не идет никакой, потому что если он захочет интерпретацию с одной репетиции, какая ему интерпретация? Все просто развалится. Он будет дирижировать так, как везде ее принят. дирижер. А везде ее принят одним образом, потому что это выгодно для коммерческой потоковой программы. Другое дело, что раньше на это мы второй раз не пошли. А теперь идут. По какой причине уже объяснят. Человек и хочет, чтобы это было именно таким же образом. Мнимое обновление появляется в музыке эстрадного типа, когда речь идет о моде. Мы можем особенно сейчас активно часто пишем эстрады 60-х, эстрады 70-х. Но на самом деле обновленные альбомы групп очень мало чем отличаются от друг друга по эстетике. На самом деле это обновление мнимое. Речь идет о том, что публику нужно периодически подкидывать кость о том, что якобы это что-то новое, потому что иначе она уже не придет, скажет, уже сходила. Но в то же самое время публику нельзя отпугнуть на самом деле там должно происходить то же самое. Но в новой объектке примерно это же самое мы видим в искусстве эстрады. Те же модуляции незначительные, динамические, которые наблюдаются в эстраде, то есть обновление ее, примерно тождественно тому же обновлению, которое мы можем наблюдать например в интерьере или в дизайне обоев. То есть это не обновление какого-то типа, когда автор или группа как автора создает что-то новое, а обновление некого мейнстримного типа, когда оно распространяется сразу на всех. Просто сейчас модно так, а вот через 10 лет модно так. Такое опублика воспринимает относительно безборезно. В копилочку вот этого возвратного реверсированного движения к 19 веку стоит отнести и такие сложные явления академической музыки, как неоклассицизм и необорок. На самом деле мое убеждение в том, что авангард авторов таких, как Стравинский и Хиндемид и их попытка отступить на стезю необорок и неоклассицизма очень сильно подпортила так скажем вот эту ситуацию, ситуацию, когда классическая музыка все-таки несла в большей степени обновления и была неким дополнением комплементарным к стандартной программе из старых сочинений, в то время как Стравинский и Хиндемид обращаются в свое родо приманки для публики, они пишут особенно Стравинский, просто стилизованные партитуры, которые действительно включаются в обычные концерты, потому что степень новизны в них, если и есть, а она там безусловно присутствует, то она завуалирована и рассчитана скорее на интеллектуалы эстета, а человек же далекий от таких изысков во многом сможет воспринять эту музыку как в общем-то привычную для стандарта концертов, туда можно отнести Аполлона Мусагета и Пульчинеллу и в какой-то мере даже похождение по весу и так далее. То есть это те сочинения, которые в общем-то не выбиваются из стандартных классических программ. Относительно Хендемита это в меньшей степени речь идет, но тем не менее приманка на узнаваемые жанры типа концерта Гросса или Фугу они у него присутствуют в полном объеме. Какие-то харау по типу того, что мы знаем по увертюре к опере по вступлению к опере художник Матис. Вы ее, скорее всего, знаете. Это первая часть симфонии. Это вступление к опере. Безусловно, это тоже было своего рода капитуляцией, отступлением назад. И не последнюю роль во всем этом сыграло ли, конечно же, появление звукозаписи. То есть музыки, которая действительно может повторяться одинаковой до бесконечности. Любопытно, но именно в это же самое время, в послевоенные годы и появляется собственно настоящий аутентизм как таковой. То есть те авторы, которых по сей день мы знаем как лидеров аутентизма, это Густа Плеанхарт, Николаус Агнанкур, Тон Копман, о котором я уже говорил, отсылая к его записи. Это происходит в 50-е и 60-е годы 20-го века. Но любопытно то, что в это время аутентизм, который якобы направлен на прошлое, допустим, вот такой ансамбль, они уже начинают играть на подлинных старинных инструментах, настоящую старинную музыку, обращаются к различным документам, к материалам текстовым, к живописным полопам, где изображены инструменты, к самим инструментам, останка от них, что можно найти, к артефактам типа барельефов, чертежей мастеров и так далее. То есть берется в расчет все, чтобы восстановить вот эту традицию. Но это на первый взгляд реверсивное движение, то есть движение явно назад. На самом деле для 50-х годов несло с собой радикальное обновление. Обновление, возможно, не в меньшей степени, чем обновление второго авангарда, который происходит в эти же самые годы. Потому что относительно того, как играли Баха классические музыканты, но вы можете послушать записи в исполнении Давида Федоровича Войстраха, советского музыканта, скрипача. И сравнить это с тем, как играют Арнанкур или Копман эти же сочинения. Почувствуйте разницу. И таким образом, что сам по себе аутентизм в момент своего возникновения на самом деле содержал ядро невротическое, именно психоневротическое, прямо противоположной направленности. то есть цель авторов, создателей этих ансамблей весьма и весьма двояка. Скорее всего, эта цель была обновить концертный репертуар. Обновить ту ужасающую обстановку повторения, которая складывается на этот момент, и они начинают обновлять звучание через обращение в прошлое. вот первая, первые ножницы психоневроза. Я его разберу в конце лекции более подробно. Пока лишь намечить им основные точки. И соответственно, на момент 50-х годов 20-го века мы имеем три линии концертной жизни академического искусства. Филармонический концерт, концерт современной музыки, концерт аутентичного типа, ну и концерт музыки уже не академической, это эстрадный концерт. Это разные жанры, это может быть и джаз, то есть это может быть в меньшей степени эстрадный концерт, это может быть просто поп-музыка рассчитана на миллион, но там тоже есть свои градации в коммерческом искусстве. И концерт с того самого момента по большому счету уже становится музеем музыки филармонический концерт. Причины мы уже с вами обговорили, но я бы хотел указать еще одну причину, которая мне кажется причиной главной. Это проект просвещения 17-18 века. Дело в том, что именно проект просвещения затеянный энциклопедистами стал требовать от среднестатистического человека, от человека, который претендует на то, что он культурный и образованный уметь высказывать свое мнение почти по любому вопросу. Прежде всего по вопросам политики естественно, но и по вопросам искусства, науки, культуры, в целом, общества. То есть от человека потребовалось знание в несоизмеримых масштабах от знания предшествующей эпохи. Представьте себе следующую ситуацию. Знаменитые энциклопедии Дидро, которые создавали выдающиеся умы 18 века, создавали коллективно. Не один Дидро писал. Но вот она стала орудием для того, чтобы воздействовать на среднестатистического человека. То есть то, что было не под силу написать одному ученому, стало требованием к каждому. Это должен был знать каждый. Понимаете? Вот в чем дело. На человека сваливается такое количество требований, такое количество нового, в том числе информационно нового, что он просто не может на это отреагировать уже никак. Я вам приведу пример с музеем. Допустим, если вы хотите такую же ситуацию испытать, возьмите следующее. Сходите в любой музей, ну какой-нибудь крупный наш знаменитый музей, не знаю, предположим, музей имени Орлова, или музей имени Ферстмана. Придите в этот музей с утра, когда он открывается, и начните осмотр экспонатов внимательно, чтобы вы смогли полностью их изучить, и читать те комментарии, которые к ним приводятся. Мне интересно, насколько вас хватит. минут или часов. Я думаю, что примерно на полтора часа. Примерно на полтора часа. Это зависит от степени вашей информированности в сфере палеонтологии или минералогии. т.е. очень быстро наступит уставание, которое приведет в итоге к депрессии, к депрессивному состоянию, когда вы просто не сможете больше воспринимать ничем. так на своем собственном примере вы просто сможете примерно оценить ту ситуацию, которая случилась с человеком на рубеже 18-19 века. Напомню, что в это же самое время возникает стандартизированное музыкальное образование по типу консерватории, где искусство прошлого является стартовой базой. то, с чего начинают, ибо это упражнение, ибо это проще. Так и вот, а теперь срастите две эти мысли в одну длинную мысль. Если вы начинаете изучать с прошлого, а изучить надо неимоверный объем информации, что вы запомните? То есть, собственно, это прошлое только. То есть, дальше вы просто не сможете ничего воспринимать. Более того, смотрите, при травматическом неврозе что первым отключается, если не наступает обморок? Эмоциональная сфера. Это первое, что отключается при травматическом неврозе. То есть, человек будет воспринимать первое впечатление, то есть, музыку начала 18 века яркую, интересную, музыку конца 18 века уже поскучнее, 19-е вообще так среднее, а 20-е ну просто вообще никакой реакции. естественно, он это свое психологическое восприятие переносит на свойства этой музыки. В то время, как если бы он начинал с обратной стороны, мы бы получили с точностью да наоборот картины. Но, так как эта картина повторяется до бесконечности, ибо она является моделью для обучения, естественно, она становится нормой. И это уже воспринимается именно таким образом. То есть, не изучив барокко, просто нельзя было изучать класси Цезе. А значит, барокко будет воспринято ярче, класси Цезе менее ярко, и так далее. Кстати, такую позицию относительно того, что музыка постепенно совершенствовалась, занимали даже видные, авторитетные музыканты. То есть, например, если вы обратитесь к такой книге, как «История оркестировки Адама Карса». Это крупнейшая работа по музыке, это видный деятель британской музыки начала 20-го столетия, то там вы прочтете весьма любопытную интерпретацию псевдо-дарвиновской драматургии. То есть, такой, Дарвин, воспринятый гуманитарным знанием, это страшная вещь, действительно. То есть, если совсем упрощать, вы получите картину следующую. Бах писал музыку так себе, как мог. А Моцарт писал уже получше. Бетховен там с Брамсом еще-еще улучшили эту музыку. А лучше всех, естественно, пишут музыку современники Карса. То есть, Карс еще не, так скажем, стоял на той позиции, когда это еще не работало. Он формирует эту модель. Она еще не была запущена. То есть, уже складывается порядок. А что нужно изучать сначала? То, что попроще. То, что в начале было. И эта модель будет запущена. А чем она чревата, я уже объяснил. Она чревата переориентации этой ситуации. Вот, когда появится из травматического невроза психоневроз. Потому, что Карс-то убежден, что его логика наоборот направленности в будущее. Чем дальше, тем лучше музыку пишут. Сейчас еще лучше пишут. То есть, кто там его современники? Резорт Штраус. То есть, он лучше все писал музыку. Но, в итоге, такая направленность вперед эволюционного типа сказывается прямо противоположным образом. И восприниматься начинает только стараться. Ограниченный объем информации тоже не нужно учитывать. То есть, наш мозг в силе воспринять определенное количество информации корректно и уметь им оперировать. Естественно, у каждого это разный объем этой информации. Но, представьте, если все профессиональные музыканты проходят примерно типизированное образование в примерно типизированных консерваториях. Значит, где у них будет общая точка отчета, в которой они будут нуждаться как в наиболее близкой к вот этой операбельности сфере старой музыки? Та, которую они восприняли все в наиболее яркой степени. И, конечно же, здесь речь идет о том, что эта музыка не просто воспринята была и заполнила весь объем памяти, но это музыка, которая и продолжает быть нужна для поддержания своего профессионального статуса. И, наконец, весьма любопытный момент, то, что, так скажем, полное невосприятие музыки современности есть полный аналог обморочного состояния при травматическом донусе. Речь идет именно о том, что отключается любая эмоциональная сфера, и даже рациональная сфера. А почему человек так возбужденно начинает отрицать? То есть, здесь уже о рациональности речи быть не может. И, естественно, это некий аналог этого обморочного состояния, которое просто не позволяет воспринять этим людям действительно хоть что бы то ни было лоб. Но позволяют воспринять, напомню, чувство тревоги. Вот когда эта музыка действительно сопряжена с чувством тревоги, и когда субъект, воспринимающий ее, понимает, что она должна выражать тревогу, вот тут все становится на свои места, как у хорошего психоневротика, баланс приходит в норме. Он своего рода статическое состояние приходит, где вектор в прямом противоположном направлении примерно уравнивают эту бетонку. Вроде как возбуждение, вроде как чрезмерное, вроде как тревога и неприятное, а вроде как все на месте. И если все на месте, значит хорошо. Пришел опять на современную музыку, там опять тревога. Опять значит хорошо, все в норме. Я тут недавно устраивал творческую встречу с современным композитором Александром Хубеевым. Он нашел свои сочинения в разделах такая «вот там музыка для медитации», «музыка там еще для чего». Он нашел «музыка для тревоги». Читаем том семинара Планкана посвященный тревоге, который так и называется «тревога». Таким образом проект просвещения обернулся против самоё себя. То есть хотели, чтобы люди знали много и всё, а на самом деле люди перестали что бы то ни было знать и самое главное отказались от современной им ситуации современного им опыта. То есть смысл-то был проекта просвещения, чтобы люди знали прошлое, чтобы хорошо ориентироваться в настоящее. Только во имя настоящего это всё и делается. А де-факто произошло обратное. То есть люди стали хорошо знать прошлое и совершенно не ориентироваться в нынешней своей ситуации, а видеть в ней иллюзорное, по сути уже галлюцинаторное прошлое. Не так давно у нас на кафедре выступал Геннадий Моисеевич Цыпин, представитель педагогического направления, учёный педагог, педагогики. И он прочёл лекцию о вундеркиндах. Из этой лекции применительно к нашей теме я вынес две идеи. Собственно Цыпин, изучив большой блок материала по вундеркиндам, пришёл к выводу, что у каждого человека изначально есть с одной стороны в его профессии стремление к копированию признанных образцов, с другой стороны генерирование чего-то принципиально нового. Так вот, у любого, даже самого радикального новатора стремление к копированию признанных образцов преобладает надгенерацией чего-то нового. То есть, это нормальный баланс для новаторов. если будет преобладать генерация чего-то нового, это называется непрофессионализм. Если будет преобладать подражательство, то есть, если вовсе ничего нового там, собственно, не будет, то, конечно, такое искусство тоже никому не может. То есть, вот этот баланс есть, его может быть чуть больше подражательства или чуть меньше, но оно так или иначе беминирует, потому что даже самый радикальный опыт Токейджа, если бы они не были представлены в виде некого концертного действа, если бы они не содержали хотя бы тот же нотный текст, который есть даже в 4.33, то есть, навряд ли бы это было воспринято как действительно столь радикальное новаторство. Все-таки, так скажем, того, что нам привычно, там больше, чем того, что нам не привычно. Так вот, то есть, ориентация на опыт прошлого выходит, была всегда. Она была основой для строительства будущего. Таким образом, даже ребенок копирует взрослых, хотя вроде бы он еще ничем не ограничен, он может делать все, что хочет, и тем не менее, ребенок явно желает подражать взрослому, и лишь в немногой степени стремится к чему-то отличному от того, что ему предлагается. То есть, стремление проекта просвещения поделиться опытом прошлого сменило этот баланс в сторону подражательства, в сторону преобладания опыта над анализом нынешней, текущей ситуации. И такое психоаналитическое круга принято именовать регрессией. Произошла действительно страшная ситуация, то есть, человек вместо того, чтобы тратить свою энергию на решение нынешних проблем, сбегает знакомое прошлое, которое кажется ему безопасным, потому что он знает, как в нем поступать. И ничего то, что на самом деле этого прошлого больше поменило. Но у такого отката есть свои неприятные последствия. Любопытно, что в это же самое время вышеописанная ситуация, которую я представляю, полностью исчезает из концептных программ современные партитуры, 60-е годы, то есть, ну тот же баланс, что мы сейчас видим, примерно 80-90% старого и новое и в это же самое время как раз Мишель Фуко в своей первой самой работе «Психическая болезнь и личность», которая совершенно другого Фуко представляет нам. Если вы прочтете этого Фуко, вы его не узнаете, потому что лишь следующая его работа, посвященная безумию, история безумия в классическую эпоху, Фуко будет всегда позиционироваться как первая его книга. На самом деле есть вот эта книга, настоящее психоаналитическое исследование, настоящее исследование, стоящее еще на позиции даже развития павловских теорий, то есть физиологических теорий. и Фуко пишет в ней примерно следующее, что регрессия не является извлечением, регрессия является неудачной попыткой к извлечению, и проблема регрессии в том, что она закольцовывает саму возможность как аркан и затягивает душу от индивида, потому что каждый раз регрессия с одной стороны решает проблему, поставленную задачу, есть перед нами какая-то проблема, мы ее не хотим решать, ее не можем решить, мы представляем, что нет этой проблемы, представляем, что проблема на самом деле очень нам знакомая, и решаем ту проблему, которая нам знакома, на самом деле опыт галлюцинатора, с одной стороны мы изжили то чрезмерное раздражение, которое на нас было оказано ситуацией, с другой же стороны ситуация эта только усугубляется, и каждое повторное решение таким образом лишь стягивает петлю на нашей шее, то есть все бы было прекрасно, если бы от ужасов современной нам реалии можно было действительно сбежать, если бы можно было сбежать в мир сказки, в мир прошлого, заметьте, именно в это же самое время появляются классические фэнтези, вроде того же Толкина или Юиса, и появляются как раз во многом как реакция на первую и вторую мировую войну, если вы обратитесь к Рьюису в наибольшей степени, то в хрониках на армии в прямом смысле слова персонажи именно от войны сбегают в сказку. Обратной стороной этого же процесса в литературе этого времени является литература ужаса. Здесь речь идет о том, что человек пытается так скажем увидеть ужас в сказке, в которой он знает точно, что это не настоящее, чем видеть этот ужас выгружающий его действительности. От этого столь популярным становится жанр хоррора. Если вы хотите настоящего хоррора, посмотрите подряд нон-стопом полное собрание бедного. Это будет настоящий хоррор. Сцены супружеской жизни, например, шепоты и крики, измененное яйцо, наибольшее, наиболее интересное пример. Если вы не хотите настоящего хоррора, то вы смотрите собственно жанр хоррора. Тогда вы же знаете, что не бывает Фредди Крюгера, что навряд ли к вам придут дети кукурузы и прочие вымышленные персонажи, которые представляют того же самого волшебника из имуладного города, только несколько в умной страшной причины. Почему же такие бегства невозможны? Так вот Фуго говорит в этой работе примерно следующее. Для поддержания отношения с самой драматичной ситуацией, которая может быть в нашей жизни, на самом деле нужно меньшее количество психических сил, чем для бегства от нее. То есть бегство создает лишь иллюзию знакомой и комфортной ситуации, но на то, чтобы создать эту иллюзию, по сути, галлюцинаторный опыт, фильтрацию самой реальности уходит такое колоссальное количество психических сил, что по большому счету на жизни их больше уже не остается. А так как этот галлюцинаторный опыт все в большей степени отдаляется от окружающей реальности, проблема это не решается, то получается это своего рода вампир, который выкачивает из нас жизненную энергию. И, наверное, неудивительно, что последние годы все больше и больше раздаются вопли, на форумах, в сетях, что человек просто просыпается и сил у него уже нет ни на что. Казалось бы, раньше, если вы посмотрите, уж не знаю, насколько правдивой была эта информация, дневники 60-х, 70-х даже годов, человек просто был устремлен в будущее, хотел сделать то-то, 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 куча проектов. Сейчас речь идет о том, что человек просто пытается встать, подняться, подняться для того, чтобы ночью, вечером рухнуть на кровать и, естественно, не отдохнуть. Куда деваются эти силы? С большой долей вероятности они устремлены именно на поддержание вот этой галлюцинаторной реальности прошлого, в которой вроде как все понятно, но с другой стороны это реальность души, это убийственный, убивающий опыт. Человек, как я уже говорил, в современности ходит в 20-й раз на фортепианный концерт Рахманинова не для того, чтобы обновить свой опыт, как раньше приходили на концерт, чтобы что-то новое знали, а для того, чтобы убедиться, что сам все на месте. Столько же частей осталось, играют его таким же образом. Исполнитель поменялся, но так же играет. Хорошо, значит, правильно играет. А человек начинает складываться его представление, что он точно знает, что такое музыка. Что такое музыка? Я, например, не знаю. А что такое музыка? Среднестатистический слушатель филармонических концертов знает 100%. И знает, соответственно, что такое не музыка. Это более страшно. И, конечно же, такому опыту, такому психоневротическому состоянию существенно способствовало появление не только звукозаписи, но и масс-медиа, и интернет. Сейчас доступно большое количество исполнений, где, конечно, подавляющее число слушают люди одно и то же. И если это речь идет о классическом искусстве, то это прежде всего оперы в эре Теченковского Симфонии Теченковского концерты Рахманина. То есть человек попадает в петлю, которая хочет он или не хочет, понимает он или не понимает, на самом деле его убивает. Дело в том, что самое это страшное в этом опыте в том, что человек, который ходит на Рахманина для такой цели убивает самого Рахманина. Он убивает само прошлое. Он не любит прошлое, он ненавидит прошлое. Дело в том, что музыка Баха, Моцарта, Метховена вовсе не была очевидностью для их современников. В ней было что-то прекрасное для кого-то, что-то безобразное, что-то вообще вторичное, а что-то действительно было общим местом для той эпохи. Но сейчас мы все это воспринимаем как некий гарант высшей ценности. То есть мы уже не распознаем, что вот этот мотив, вот эта находка автора уникальна, а остальное вот это в принципе вторично. А это вообще безвкусно. То есть сейчас если кто-то выскажет такие соображения по поводу Баха или Бетховена, то оценен в эрудированном обществе он не будет. Вот сочтут просто так скажем хулиган. Это будет женство, аналогично хулиганство. Именно так воспринималась эта музыка, когда она создавалась. Более того, из этой музыки полностью выхолощивается и как этическая, так и политическая составляющая. То есть допустим такие авторы как Бетховен и Мендельсон ходили для того, чтобы творить на лекции Гигеля. Они интересовались философией и ходили, чтобы больше узнать о науке, самой современной науке на тот момент. Ходили на лекции Гигеля. Но представьте себе, что тот слушатель, который точно знает, как выглядит музыка, который знает и думает, что понимает музыку Мендельсона и Баха, может ли он в легкую читать ту же эстетику Гигеля? Может ли он похвастаться, что на четырехтомник до чего до конца? Да, по-начему все-таки. Вот что-то я в этом сильно сомневаюсь. То есть источник вдохновения для тех авторов на самом деле недоступен для среднестатистического сознания сейчас. Однако та музыка, которая относится к этой же эпохе, считается вроде как понятной. В то время как я не думаю, что кто-то будет радикально возражать против мысли, что именно контекст формирует как науку, так и искусство. Это очевидно. И если у этого же автора спросить, у этих же слушателей спросить, то они с этим согласятся. Но если контекст один и тот же, почему тогда же вы не читаете Канта и Гегеля? Фихтеф еще лучше, стольче, да? Еще более интереснее. Шеллинга? Если вы любите Шеллинга, читать Шеллинга ничего. Другой ярчайший пример, который я люблю приводить, это «Свадьба Фигура Моцарта», которая едва ли не являлась причиной, одной из причин Великой Французской Революции, бьеса Бомарше, просочившаяся на концертную эстраду, то есть сейчас воспринимается просто как антология красивых мелодий. При этом красивых это не значит, что они правда нам понравились, а красивых потому что фамилия Моцарта является гарантом того, что они красивые. То есть получается происходит остановка, все совершенно, все исчислено, если это совершенно, значит оно мертво, потому что что-то может двигаться только в том случае, если есть некий взаимопротивоположенный дэнс, если ничего взаимопротивоположного нет, значит есть совершенство мертвое, совершенство неживой материи, совершенство кому-то. Так что ситуация на самом деле достаточно страшная, ситуация ужасная и это ситуация филармонического концерта. Что же может добавить в это нам аутентизм и анализ его? Думаю ни для кого не секрет, что исполнение аутентистов на слух радикально отличаются от исполнения обычного баховского, моцартовского и так далее. Дело в том, что проблема основная аутентизма связана с двумя прямо противоположными интенциями, которые констатируют или реализуют аутентизм в целом и которые между собой не могут согласоваться никаким образом. с одной стороны аутентизм констатирует, что музыкальное искусство радикальнейшим образом изменяется в зависимости от контекста. То есть то, как сейчас исполняют филармонических программах Баха или Моцарта, совершенно чуждо этой музыки, так как требует иного инструментария, иного прочтения, то есть контекст создания этой музыки, контекст исполнения родительно иной, а значит и звучание совершенно другое. То есть в данном случае аутентизм стоит на современной ему позиции Фуко и Горстона Пашляра, то есть позиции исторической эпистемологии, позиции смены эпистем как чего-то неотвратимого и как чего-то принципиального. С другой же стороны аутентизм принимает как факт, что если сейчас при соблюдении всех исторических условностей музыка прошлого может быть восстановлена и исполнена так сказать в очищенном от исторических наслоений виде, то в таком случае музыка Баха и Моцарта будет воспринята как музыка Баха и Моцарта, как музыка той исторической эпохи. И в данном случае аутентизм стоит на позиции старой философии, философии Вильгельма Дильтея философии рубежа 19-20 века человека, который создает гуманитарную германетику. То есть основной источник, основная позиция Дильтея это то, что скрепляет все эпохи неизменность самого человека. Что такое германетика по Дильтею? Если мы соберем большое количество исторических документов по какой-то эпохе и будем вживаться в эту ситуацию, представим себя на месте того или иного исторического лица, то мы сможем собрать весь спектр мотивации, которая могла быть у него. То есть это и есть историческая германетика, которую предлагает этот видный мыслитель, который безусловно был очень ценен, потому что именно благодаря его методу, который сочли, признали научным, гуманитарная наука приобрела статус науки. Тогда они назывались науки о духе. Не о духах, духом это не вызывали, хотя в процессе вживания нужно было призывать духа Наполеона или Магомета, но это было начатками гуманитарного знания. То есть получается у аутентизма мы видим разительные ножницы. С одной стороны сейчас исполняется музыка не так как при бахе, потому что это невозможно, разный контекст, с другой стороны сейчас музыка может быть воспринята как она исполнялась при бахе, потому что мы можем вжиться в ту эпоху. Две взаимоисключающие философские модели начинают работать в одновременности. Одна относится к первому аутентизму, но перекочевала во второй, если первый аутентизм является просто травматическим неврозом, то второй аутентизм представляет уже сложное психоневротическое образование, которое во много можно объяснить по модели с обсессивно-компульсивным восприятием. О том, что это такое, я тоже скажу. Так вот, представьте себе следующую ситуацию. Дело не в том, что нельзя восстановить инструментарий эпохи Баха. Дело не в том, что нельзя точно воссоздать все, так скажем, условности соблюсти, которые описаны в большем количестве трактатов. Да не в этом дело. Представьте себе вообще фантастическую картину. Мы создадим машину времени и перенесемся с помощью нее в эпоху Баха и придем просто на концерт к Баху. Вы думаете, что тогда мы услышим музыку Баха, как его воспринимали современники? Нет. Каким образом? Для этого нужно еще и мозги обмулить полностью. Представьте, какой мы имеем колоссальный опыт совершенной морепистемы, совершенной морепистемы, исторической реальности. Мы знаем, как формируется музыка после Баха. Мы уже в его музыке видим те зачатки, которые послужили остановлению последующей музыки. Но они же не были обязательны. То есть это просто точка бифуркации. И музыка с этого момента могла пойти в любом направлении. И когда он ее создавал, он же не знал, что станет майнстримным, а что и мне станет. Что будет прогрессивным, а что нет. И так далее. То есть воспринять эту музыку, как ее воспринимали, тогда по определению невозможно никаким образом. Более того, аутентизм выражает это в еще более интересной манере. Если вы ознакомитесь с некими максимумами, которые сохранились от Гайдена, от сыновей Баха, которые знают по большому счету все, то есть как играть те или иные вещи. Аутентисты никогда этого не соблюдают. Причем не соблюдают нарочито. В том числе и видные представители, такие как Арнонку, к примеру. Почему? А вот тут-то и вскрывается природа психоневроза. А потому что изначальная интенция на обновление. Не на копирование, а на обновление. Дело в том, что когда возникает аутентизм как таковой, им копировать то нечего было. Они не имели слухового опыта для копирования. Они отталкивались как раз от обратного. Они отталкивались от идеи радикального обновления концертного репертуара со всем новым звучанием. И, естественно, тогда, когда им предписывают в каком-то фрагменте текста точные образцы, как это нужно звучать. А вот это уже копирование. И именно их-то они всегда избегали. То есть они шли всегда по пути изначального влечения к обновлению. Но так как оно было направлено в прошлое, то из этого вытекает очень и очень печальная ситуация. Дело в том, что если авангард в направлении обновления не ограничен ничем, кроме как возможностями современной нам упорки. Мы можем сколько угодно чего угодно обновлять и, в принципе, последующее поколение будет делать то же самое. Если мы обновляем через возврат к прошлому, через попытки восстановления чего-то, там даже есть это мифическое восстановление, есть это восстановление а-ля, скажем, готический роман Брэма с Токио, тем не менее, это направленность назад, а направленность назад имеет свои конкретные ограничения. Ну и инструментальная музыка возникла на рубеже 16-го, может 15-го, 16-го века, профессионально только в 16-м веке. И, соответственно, когда аутентисты впервые стали исполнять в аутентичной манере золотую классику симфонии Ветховена, Моцарта, Гайдена, это было прорывом человеческой культуры, классика зазвучала иначе, просто настолько иначе, что это было равносильно сопоставлению того же Моцарта с сочинениями Пандеренского. После этого они, естественно, обратились к полным собраниям сочинений великих. О, мы сделали это, что после этого делать? Композиторам второго ряда. И это было тоже ценно, потому что был открыт целый ряд выдающихся имен, которые были забыты на тот момент. А что делать дальше? А вот тут ты проблемы сказали. Снова повторять Гайдена и Метровина в той манере, в той же самой, которую мы только что констатировали как параллельно. Тогда мы в точности попадаем в копирование филармонического концерта. А, значит, нужно обновлять репертуар. Как? Композиторами третьего, четвертого, пятого, тридесятого ряда. И, то есть, композиторами, чье значение даже при их жизни было нулевым. И в таком случае мы опять попадаем в ситуацию современного филармонического концерта. Когда я говорил, что в филармоническом концерте 90% отведено на музыку классики, что же отведено на новую музыку? Вот это тоже вопрос обсуждения. На новую музыку там, как правило, отводится тот процент, который представляет музыку, копирующую властью, в той или иной степени, или дающую публике вполне конкретные ориентиры для того, чтобы она могла ее воспринять. Публика, конечно, это же узнает любимых авторов, как в свое время Берлиоз раскламывался, слушая одно из сочинений «Приветствую своих знакомых». Также можно поприветствовать вот здесь Вера Хмани звучит, вот здесь позвучит Шостакович, в лучшем случае Денисов узнается с Чонбергом, это уже хорошо продвинутое сочинение. Но публика благодарна таким авторам за то, что они в общем уважительно относятся к тому репертуару, который им влезет. Хотя и никогда не будет считать этих авторов стоящих в Ровене, Сбитровина, Моцарта и так далее. То, что они вторичны, понимают даже те, кто на них ходит. Это очевидно. Но, то есть аутентизм попал в эту же самую ситуацию. Либо мы бессмысленно одинаково повторяем то же самое, либо мы исполняем вторичную музыку, которая по большому счету никакой ценности не представляет. Но, и это ситуация без выхода. То есть выхода из него даже чисто логически нет никакого. Абсолютно. такое бегство от реальности оно на самом деле чтобы вам его показать ярко и наглядно я приведу пример с кинолентой. Я люблю очень эту ленту приводить в пример. Это Найтш Ямалан, это The Village, это таинственный лес. Кинолента, которая иллюстрирует ситуацию бегства в прошлом. Это возможно. То есть ситуация в которой человек пытается сбежать от травматической реальности. Если вы посмотрите ленту целиком вы поймете что бегство происходит именно от травмы. Но для того чтобы изжить травму перед окружающим чуждым миром приходится создать еще более страшную реальность. С ужасами с ужасом по сути кошмару равнозначным. И этот ужас сжимается. Этот ужас с каждым поколением становится только в еще большей степени страшнее. Потому что есть и те кто пришли туда сознательно они хоть знают от чего они туда ушли. Те кто там уже рождены они рождены в этом кошмаре. И они могут там навсегда погибнуть в этом кошмаре. И в завершении лекции я бы хотел поговорить немножко на тему собственно психоневрозов на тему которую я поставил во главу гугла и на ту так скажем литературу которую я взял в качестве отправной точки. помимо полного собрания Фрейда и Юнга Юнг в лучшем случае Фрейд в меньшей степени потому что в полном объеме на русском не переведем я имею ввиду в полном то те работы включая эпистолярное наследие которые есть на русском языке Фрейда я в подлиннике не читал не знаю сейчас но я прежде всего перечитал к этой лекции две работы которые считаю наиболее важными по неврозам и всем рекомендую это классика это Отто Фенихель психоаналитической теории неврозов с собой не взял потому что это кирпич огромный но это очень толстый тон так вот если вообще человек интересуется психологией я бы сказал что нужно начинать с нее вообще в принципе потому что с одной стороны Фенихель наверное один из немногих фрейдистов который не делает из Фрейда идола он развивает его концепции с другой стороны Фенихель и не эвфемизирует Фрейда более того Фенихелю удается выстроить очень логичную теорию человеческой психики одновременно не утратив сложность ее то есть он не боится противолечивых идей более того он акцентирует наш взгляд на том что вот эта концепция не может быть объяснена никаким образом только путем ну так скажем введения гипотезы дополнительности только на уровне психологической другая же книга посвященная неврозам это совсем новое издание это издание 16 года я его несколько месяцев назад приобрел это Александр Смулянский это единственная его полнокровная полноценная книга остальные его публикации связаны с его семинарами с его видеолекциями вот это желание одержимого невроз навязчивости фулакановской теории это как раз книга посвящена непосредственно неврозу навязчивого состояния более того здесь речь пойдет именно не об индивидуальном психическом расстройстве смулянский является философом а не психиатром и это бы его не интересовало ни в коей степени здесь речь идет именно о невротизации самого субъекта эпохи в целом то есть на социальном на общественном что же такое собственно невроз навязчивости или ОКР обсессивно-компульсивное расстройство это сложный синдром который характеризуется наличием навязчивых мыслей то есть обсессии и который субъект отыгрывает какими-то типичными ритуализированными действиями которые именуются компульсией ну мы уже обсуждали травматический невроз это попытка изжить травму это простое реагирование то есть есть некий очаг ну по сути как если мы обожглись если мы обожглись то есть клетки не смогли среагировать нужным образом он постепенно будет болеть но постепенно рука будет приходить в норму это не значит что небольшой ожог может каким-то образом повредить нам психоженевроз в том числе и невроз навязчивых состояний отличаются тем что в них одновременно наличествует противоположное направление самого желания то есть допустим обновление заложенное в ультинтизме было регрессивным и таким образом сформировались две противоположенные тенденции смотрите как формируется страшная петля то есть изначальное желание обновления которое как правило не осознается то есть первичный пункт в неврозе в том-то вся его прелесть что он выпадает из него мы видим что обновление прошлое обращение к прошлому погружение в прошлое хода суда нет есть оппозиция между погружением в прошлое и обновлением в прошлое то есть конфликт возникает на вот этом уровне изначальная же интенция в принципе выпадает а так как она является базовой то в принципе сдвинуться с мертвой точки вообще нельзя то есть получается решить эту ситуацию как можно было а бросить допустим аутентизм и начать заниматься вангарган вы понимаете такой же аутентизм в голову ведет что на самом деле он авангардист и в принципе он не тем как бы занимается да то есть понятно что это идея абсурдная то есть у психоневротика происходит примерно такая же проблема то есть у него есть некое желание это желание вызывает у него обратное устремление и это обратное устремление то есть от некого раздражителя исходящее порождает ему преграду то есть грубо говоря противопротиводействие то есть когда психоневротик пытается прекратить ритуализированные действия которые он осуществляет он не сходится в первоначальной точке а он попадает вот в эту оппозицию вот это ритуализированное действие допустим а это действие которое он пытается прекратить ритуализированное действие допустим И то, и другое невозможно, так как изначальное желание вообще здесь не участвует. Позволю себе крошечный пример Смулянского, где он описывает эту ситуацию. С аналитической точки зрения навязчивое действие, как никакое другое, имеет своей целью утвердить, что субъект в нем упорно и единолично одерживает победу над неким вмешательством, предшествующим навязчивым действием. Другими словами, извне приходит вовсе не навязчивость, а напротив, нечто такое, чему навязчивое компульсивное действие призвано воспротивиться. То есть речь идет не о том, что вот это травмирующий внешний мир, а вот это то, как субъект пытается с ним справиться. Что компульсия есть некое, по сути, физиологическое отреагирование, а личность пытается ее побороть. Нет, компульсия уже включена в его желание. И таким образом он борется сам с собой. Он начинает представлять, по сути, фигуру Тиниталкая, который устремлен сразу в двух противоположенных направлениях, только в отличие от этого же самого Тиниталкая, эта фигура динамическая. И на самом деле Тиниталкай возникает лишь на внешней стороне этого айсберга, а внутри все очень целостно и направлено вперед. Вот в чем дело. Оторванная же вот эта петля от изначального желания, она начинает постепенно затягиваться. И она может затушить. Но мне бы хотелось выйти на еще больший уровень обобщения. Помните, я вам давал в качестве примера по автору, смерть автора Ролана Барта, его концепцию письма как такового. То есть художник воспроизводит не себя, художник воспроизводит эпоху. А, это значит, что такие крупные художники, не подумайте, что я отношусь к аутентизму плохо, отношусь к нему хорошо, я его анализирую. То есть такие крупные художники, как Лянхард, как Ананкур, Гардинер и так далее, если они возникают как феномен, это значит, что они включены в понятие письма нашей эпохи. А это уже влечет за собой следующие события. То есть вот эта модель, которую мы только что посмотрели, на самом деле является не просто моделью действия аутентизма, а моделью, которая организует форму общества в целом. То есть она не может быть отыграна в искусстве, если ее нет в культуре в целом, как таковой. А тогда, что если невротик, как отдельный представитель, реализующий на своем опыте то или иное невротическое заболевание, которые, кстати, исторически радикально менялись. А, ну допустим, сейчас вы не найдете истерического войны. То есть истеричку вы не найдете в той форме, то есть тех истеричек, которых лечил шахвой, нещадно поливая их своим знаменитым душем. И который он использовал в качестве наказания, да, а в пионерских лагерях использовали для оздоровления. Понятно, что процедура оздоровления тут нулевая. Просто нужно было разбушевавшегося сумасшедшего привести в норму. Ну и не более чем. Ну иногда использовали электричество, большие разряды и так далее. Еще сжигали волосы на голове, иногда их поджигали. Это считалось наиболее эффективным способом воздействия на психические больные. Это подробно описывает Мишель Фуко, разбирая. И экзекуции, которые применялись к психическим больным, отсылаю вас к работе о психиатрической власти. Да, да, вот. Есть и невротик. Каждую эпоху меняется. Ну и психотик, допустим, меняется. Я здесь не делаю принципиальных различий. Не есть ли это знак того, что невроз есть своего рода социально распространенная структура? Структура, организующая все общество в целом. Как ученый выражает структуру современного знания? Как художник выражает структуру современного письма по Барту? А невротик выражает структуру современного невроза. То есть он является своего рода художником невроза. Он представляет для нас, почему эта фигура столь интересна, почему ей интересуется наука прежде всего. Почему, например, психиатрия не начается с дороги? Почему она начинает изначально с болезни? На этот вопрос очень мало толковых ответов. То есть его все пытаются объяснить, обосновать. Такую томищу есть у Ясперса, его докторская диссертация. Если в нормальном шрифтом, то тысячи три страниц. А убийство на маленьких полторы, как оно издано на русском языке. Или тот же Фенихель. Все они говорят о том, что мы обращаемся к больному. Пытаются это как-то обосновать, но это не всегда убедительно. Так сказать, всегда не очень. Обращение к болезни, интерес к психической болезни вызвал тем, что на самом деле невротик является выражением, если не всей структуры общества нашего в целом, то значительной части общества как таковой. То есть это то, к чему в той или иной степени предрасположены все мы. То, с чем в той или иной степени сталкиваемся все мы. Просто так же, как художник, выражает письмо, лишь имея к этому определенные задатки и учася к этому. Так же и невротик имеет определенные задатки к неврозу. И не то, что учится ему, он у него формируется в процессе определенного ряда событий в жизни. И в данном случае получится, что сам по себе невроз, его форма. И форма социальной жизни вообще, по большому счету, возможна, только если мы к социуму применим понятие невроза. Понимаете, пока нет невроза, по большому счету формы нет. Если есть только направленное действие вперед, некое желание валения вперед, оно не встречает преград. Форма появляется тогда, когда этому действию появляется некое противодействие, причем внутреннего свойства. И об этом же он начинает в некоторых своих работах позднее говорить про это. На общественной, так скажем, структуре невроза начинает настаивать лаком. Я же пытаюсь провести аналогию с искусством, что на самом деле невроз не нужно рассматривать именно как некую патологию. Невроз нужно рассматривать как некую историческую форму. Форму воплощения желания. Желания с большой буквы как такового. Или влечение, если пользоваться терминами Фрейда. Кстати, чуть-чуть отступлюсь, но Фрейд никогда не писал об инстинкте. Это Фрейд на английском языке, где слово влечение было переведено как инстинкт. А влечение не предполагает линейного отреагирования. Какое предполагает инстинкт? Влечение может такие завитки писать. И именно вот эти завитки и обозначают саму форму реального полакаму с большой буквы. То есть, по большому счету, это реальное нам ни в какой иной форме не дано, кроме как видение, где влечение начинает завихреть. Таким образом, современная ситуация, с одной стороны, может показывать ограниченность эволюционных возможностей человека, в принципе. То есть, мы приходим к этой ситуации постоянно обновляемой информации. Сейчас она еще ускоряется с каждым годом. Эта тенденция только будет увеличиваться. Назад она уже не уйдет. И здесь либо будет некий скачок, что мало вернет. Я вот когда-то не верю. Либо это будет просто демонстрация несостоятельности человека, как вида, который может в дальнейшем эволюционировать. И это придет вот только к раху. С другой стороны, можно ли с этим что-то поделать? Как мне кажется, всегда возможно обратиться к ситуации с анализом. И именно анализ является наиболее радикальным вмешательством в ситуацию. Если мы сможем отследить саму природу формирования влечения, вполне возможно, что это изменит направление влечения. Как это было при смене эпистемы. И если это произойдет, возможно, ситуация поменяется. На более или менее невротичную я на это не смогу дать ответа. Ситуация точно изменится. И мы точно знаем, что в момент, когда она меняется, есть время, когда сначала петля не образована, а потом, когда она достаточно широкая. Пока она не душит. Аутентизм, безусловно, самый интересный. Тогда и наибольшую роль сыграл, когда он был радикальным. Но после этого это направление. Любое направление, как правило, возникает в качестве точки источника. Эта точка источник наиболее яркая, наиболее интересная. Дальше все происходит более детализированное, более проработанное, более в какой-то мере совершенное, но уже вторичное. Каждая эпоха начинается с одного и того же. Точка источник, точка источник, точка источник. И подобный подход, как мне кажется, в искусстве может решить то же самое, что предлагает решить в области политики слабой Жижек. Он говорит, что капитализм можно изменить, только приняв невозможность изменения ситуации капитализма и анализировать. Если мы будем бороться и анализировать, приняв его как единственную и количеную фазу развития человеческого общества, то вполне возможно произойдет что-то, что изменит саму наличествующую ситуацию. То есть из наличествующей ситуации он не может быть решен. Как я показал, что из наличествующей ситуации аутентизм не может быть разрешен, как проблема. Но это не значит, что сама ситуация не может стать иной. Повторюсь, эпистема не имеет причины. А значит, меняясь, она обновит всю ситуацию в целом. Если это будет иная ситуация, у нее будут уже иные принципы, иные расклады и свои формы. Как невроза, так и искусство отражающего социума. У меня на сегодня все, время на вопросы у нас, к сожалению, в этот раз не осталось. Я думаю, что у нас получится в следующий раз задать вопросы и по этой теме, если какие-то возникли вопросы. Потому что следующую лекцию я собираюсь посвятить проблеме, что искусство может менять. Может ли искусство хоть что-то менять в современной жизни как таковой. А так как эта тема была очень близка к той проблематике, не будет ничего страшного, если там прозвучат вопросы об историческом исполнительстве. Всем спасибо, что пришли сегодня. У меня все.